давайте я вам сначала просто расскажу как на финвизе выбирается дивидендные бумаги как и выбирать видите у меня то есть подписка да я всегда беру платные подписки то есть я никогда на этих вещах не экономлю потому что я считаю что профессиональный трейдер не должен экономить на каких-то подписок то есть все предельно просто вот у вас есть такая штучка хотя в бесплатной версии тоже это все можно видеть вы можете например зайти сюда в скринер а вот давайте вам покажу первое мой совет один не смотрите компании которые не американские то есть вы заходите сюда и нажимаете только соединенные штаты дальше индустрию очень важно выбирать только акции то есть не смотрите фонды объясню почему здесь много вопросов было по поводу и тефов и тефы в основном если вы хотите смотреть скорее всего это и тефы общие такие как Russell 2000 IWM Spider или QQQ о котором Миша говорил это на знак это и теф высокотехнологических компаний я позже вам это покажу то есть видите вот что мы получили у нас уже получилось 4000 бумаг дальше естественно нужны бумаги в которых есть ликвидность да по одной простой причине потому что вы обязательно должны понимать что у вас акции должны быть ликвидные иначе если вы будете покупать какой-то не ликвид объясню почему на американском рынке есть такие компании которые называются привилегированные акции которые платят повышенные дивиденды привилегированных компаниях дивиденды высокие но эти акции которые не торгуются очень сильно у них невысокая вернее высокая дивидендная доходность однако невысокие объемы поэтому с ними надо быть очень и очень осторожны поэтому мы берем вот сюда заходим берем average volume то есть среднестатистический объем ну и смотрим приблизительно там больше 300 тысяч видите у вас осталось 2000 бумаг теперь посмотрите внимание значит очень важно когда вы выбираете дивидендные бумаги это смотреть где вы хотите какой кеп что такое кеп видите кеп это капитализация компании то есть это там большие компании маленькие компании средние компании целов кстати напиши за два дня у тебя выровнялась ситуация антон привет и или нет поэтому по сути дела как бы вам не нужны супер большие компании просто давайте сначала компании отбирать не будем и посмотрим компании которые платят например высокие дивиденды вот мы заходим сюда это фундаментал и вы фундаментально по сути дела можете посмотреть какой вы хотите пи рейшер отобрать да то есть по сути дела вам нужны компании которые имеют видеть 5 лет то есть это компании которые будут следующие 5 лет расти ну то есть давайте посмотрим компании которые будут расти больше 10 лет видите вернее больше десяти процентов в год это очень хорошие компании так давайте что еще посмотрим давайте посмотрим сейчас одну секунду что еще интересное так квартальные отчеты нам не нужны это нам не надо айшер заводственник у нас есть вот видите вот есть такая позиция которая называется дивиденд делать. Смотрите внимательно, так, вот смотрите внимательно и посмотрите дивиденды, которые мы хотим. Я вам объясню почему. Смотрите, можно посмотреть дивиденды больше пяти процентов. Видите, нарисовалось 40 компаний, то есть это компании, а, высокорастущие, это компании, которые показывают высокую доходность. Одно маленькое но, смотрите внимательно. Большое количество компаний, которые покупают дивиденды, это так называемые РИЦ и нефть. Что такое РИЦ и нефть? То есть это компания, которая занимается недвижимостью и это компания, которая занимается нефтью. Скорее всего, это две, два сектора, которые бы я, по-простому, на сегодняшний день избегал бы. По одной простой причине. Почему? Потому что там очень высокая волатильность и акции, которые у вас будут, они будут очень высоко стрелять. Поэтому, что мы можем сделать? Мы вернемся обратно сюда в фундаментал, уберем гроз, не поставим там 10 процентов. А поставим, сейчас одну секунду, поставим гроз, больше пяти процентов. Видите, у нас нарисовалось 100 акций. И теперь давайте, по сути дела, если мы уберем некоторые сектора, давайте посмотрим, что обычно смотреть. Смотрите внимательно. Когда вы отбираете вот эти бумаги, в первую очередь всегда, в первую очередь всегда смотрите график. Почему? Вам не нужны акции, которые очень сильно поднялись. Потому что, если акция упадет, дивиденды, естественно, у нее поднимутся. Но, по сути дела, видите, эта акция там поднялась с 65 до 100, а если она уже поднялась на 50 процентов, и там дивиденды, которые она платит, там больше пяти процентов. Но, но, а если она начнет падать, дивиденды как бы у вас вырастут, но вы можете получить там 20-30 процентное падение. Поэтому, если вы выбираете, если вы выбираете бумаги, которые, например, с очень высокими дивидендами, то вы должны выбирать бумаги, которые более-менее флетовые на графике. Что это значит? Вот так вот вы идете и смотрите бумаги, которые там еще не очень сильно выросли. То есть, которые находятся в так называемом рейнже. Вот это самое главное. То есть, вы вот так вот идете и смотрите каждую бумагу, пока вы не нарветесь. Вот это нормальная бумага, видите, они платят почти 9 процентов дивидендов. У них, правда, маркеткеп не очень высокий, 352 миллиона. И дальше вы начинаете каждую компанию отдельно рассматривать. Например, вы можете просто, например, зайти сюда. Давайте еще раз по новой сделаем и посмотрим. Очень хорошая компания. То есть, первое мы посмотрим, смотрите, компания, которая платит, например, больше 5 процентов дивидендов, но компания из очень большого маркеткеп. Давайте посмотрим мидкеп, то есть от 2 миллиардов. Видите, это там 120 акций есть. Единственное, что, как я уже сказал, нужно уходить от компаний, которые нефтяные и недвижимость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА